Добрый вечер. Это программа «После новостей» в студии Виталий Поляков. Сегодня наш гость Иван Маглан, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Добрый вечер. Здравствуйте. Собрались мы здесь не просто так, как говорится. У нас 1 ноября сегодня стартует общероссийский этап конкурса «Народный участковый». Вообще, что это за конкурс такой? Участвует ли кто-то от Красноярского края там? Расскажите, что это? Это очень значимый такой конкурс. Он у нас уже с 2012 года проходит. Это всероссийский конкурс. Вот то, что сейчас началось, это третий этап этого конкурса. Изначально 54 лучших участковых Красноярского края соревновались в этом конкурсе. И вот по итогам двух этапов, второй это региональный этап, у нас выявился победитель. Это старший участковый полномоченный полиции МВД по Богучанскому району Терещук Дмитрий Прокофьевич. Мы чуть позже о нем более подробно поговорим. Ну а касаемо особого конкурса, конечно, он призван популяризировать службу. В этом году это особый конкурс, потому что в этом году исполняется 100 лет службы участковых полномоченных полиции в системе МВД. Это базовая, одна из самых значимых службы, самая, наверное, для населения, самая важная для простого человека. Самая близкая к народу, да? Самая близкая, да, самая близкая к населению. Я вам пример могу сказать из практики, чтобы наглядно продемонстрировать. Вот порой выезжаешь на какое-то происшествие, на какой-то вызов, набираешь домофон в какую-то квартиру. И вот когда говоришь, что участковые, всегда реакция положительная, тут же открывает. Если по-другому говоришь, ну не всегда начинается вопрос, а что случилось, что ехать. Но участковые мы всегда готовы открыть в любое время дня и ночи население наше. Ну вот товарищ Терещук, он победил заслуженно? Да, это очень заслуженно. Один, наверное, из лучших участков Красноярского края у нас. Есть и, конечно, и другие достойные ребята, но это один из лучших. Это человек, который по распределению попал в Красноярский край. Он 34 года служит в органах трехнедел и 34 года участковым полномоченным полиции. Ну когда-то, конечно, это было участково-полномоченной милиции, но вот сейчас это именно полиция. Он очень достойно служит на своем участке, все население его знает, его очень уважают коллеги. Он там построил себе дом, живет и полностью контролирует, конечно, всю обстановку. Настоящий авторитет, да? Да, настоящий Анискин, который полностью владеет обстановкой, и люди всегда видят от него помощь. И самое главное, что в службе участковых. Служба участковых – это профилактика правонарушений. То есть его задача не раскрывать преступления в основном, а сделать так, чтобы людям было комфортно, безопасно, и эти преступления не совершались. Вот у нашего лучшего участкового Красноярского края это, безусловно, получается. Ну вот у нас есть коротенький ролик, да, презентационный про нашего кандидата. Давайте сейчас его посмотрим. Вот что бы хотелось в жизни еще сделать? Это интересный такой вопрос. Что бы хотелось в жизни сделать? Ну, лично в моем плане – замуж выдать внучек. А лично в таком плане, чтобы мир везде был, чтобы все счастливо жили, чтобы здоровенькие были. Чтобы все были на позитиве, только улыбка. Чтобы меньше слез у всех было. Чтобы преступность искоренить. Вот что хотелось бы. А так во всей работе надо проявлять человечность и всегда обращаться на «вы». То есть тогда и он будет понимать, что сотрудник полиции уважает его честь и достоинство. Такое же отношение и в целом к полиции будет. То есть терпение, терпение. И еще раз терпение. Внучек выдать замуж и преступность искоренить. Достойные цели, да? Очень хорошие цели. А вот расскажите, как вообще мы можем помочь товарищу майору из Бакучанского района победить? У нас проходит конкурс. Конкурс проходит путем онлайн-голосования. Значит, необходимо, кто заинтересовался, зайти на сайт либо 24mvd.rf, либо в телеграм-канал mvd24. Там есть соответствующий баннер. Закрепленное сообщение «Народный участковый». Зайти, ознакомиться с анкетой, с видеоматериалами. Посмотреть, что из себя представляет наш лучший участковый. Если у вас лежит сердце, а я думаю, оно обязательно, после просмотра материала, вы к нему расположитесь, поймете, что это за человек. Я сам с этим материалом знакомился даже, может, не как руководитель, как простой гражданин. Конечно, его история, его профессиональная, его жизненная история, конечно, она трогает за живое. Нажать на сердечко, поделиться маленько своим сердцем, маленькой толикой. И отдать свой голос за нашего участкового Красноярского края лучшего. Я так понимаю, от каждого региона там один претендент, да? Совершенно верно, от каждого региона один претендент. Конкуренция серьезная, да? Она, безусловно, серьезная. Она на разных этапах очень серьезная. На региональном этапе у нас в октябре проходил региональный этап. Там была очень серьезная борьба между Богучанским участковым, который у нас получил, Дмитрием Прокофьевичем, и участковому из города Ачинска. И вот в самые последние сутки выявился победитель. Ну вот вы говорите, что необязательно участковому раскрывать преступления. Я посмотрел его анкету. И как раз он, по-моему, в этом году 11 дел на его территории было. И он все преступления-то раскрыл. 9 причем лично, да? Тоже показатели или нет? Ну, маленько не так я сказал, что главная задача не раскрывать, разбираться с последствиями, а сделать так, чтобы не было. Но если вы посмотрите на те преступления, которые он раскрыл, это как раз преступления так называемой двойной превенции. Это какие-то связанные с побоями, с угрозами. То есть вы эти преступления выявив, мы предотвращаем более тяжкие преступления. Ну, например, он какого-то семейного дебошира пресек вовремя, поговорил, получил информацию, сходил с женщиной, пресек это, скажем, преступление или правонарушение, понаблюдал за ним, поговорил, человек успокоился, стал жить нормальной жизнью. И мы предотвратили какое-то, возможно, более тяжкое преступление. Если бы он туда не вник, ситуация бы нагнеталась, бы накалялась, и все могло бы закончиться печально. А так семья сохранилась, попрофилактирует, походит, побеседует, посмотрит семью. И в большинстве случаев это дает плоды. И в дальшем люди живут. Достаточно бывает очень часто. Потом, вот даже в моей практике, я когда-то служил участковым полномочным полицией, и вот через какое-то время даже жены приходят и говорят, спасибо вам большое, что не развалилась семья, и все нормально. Там бывают же всякие сложности, где-то работу потерял, где-то, может быть, оступился. Тут есть возможность поправиться и начать все с нуля. Ну вот, если, точнее, когда наш кандидат победит в этом конкурсе, на какие призы, понятно, что это не самое главное, да, на какие призы он может рассчитывать? Понятно, что вы премию дадите и подполковника, мне очередное звание присвоите. А что, вот, какие призы материальные могут быть? Ну, награждает это министерский конкурс, награждает министр внутренних дел. Ну, как правило, по прошлым годам, это, естественно, ведомственные награды. Ну, в прошлом году вы вручали вас, патриот. Вас, патриот. Достойно? Да, достойно, достаточно. Плюс переходящий приз, эта статуэтка выполнена, стилизована в форме участкового полномочного полиции, она переходящая, и каждый год она переходит победителя. А вот, если в целом поговорить про службу участковых, действительно, вы верно заметили, что она одна из самых главных, наверное, у нас в полиции, самая близкая к народу. А все-таки, вот, за что участковые, ну, можно так сказать, отвечают? Я не знаю, там, бытовые конфликты, понятно, профилактика, наверное, тоже. Обрисуете нам диапазон? Ну, безусловно, конечно, участковые, здесь два момента, скажу, главные. Первое, это все, что связано с живым сектором. Дворы, квартиры, дома, это все участковые. Ну, и второй аспект. Участковые зачастую называют все, ну, неформально, это начальник на своем дистанционном участке. Если все другие подразделения, практически в системе МВД, занимаются каким-то направлением деятельности, это безопасность дорожного движения, профилактика, провнушение несовершеннолетних, раскрытие преступлений, то участковые занимаются всем, всеми направлениями деятельности, но на своем административном участке, на своей территории. Она может быть разная. Если это город Красноярск, это может быть, ну, скажем, там, 3-4-8 домов, если это какие-то крупные, какой-то жилой комплекс. И где-нибудь на северной территории это могут быть сотни квадратных километров. Это тоже участковые. Совершенно разные условия климатические, географические. Ну, там и там его задача обеспечить правопорядок, правопорядок, предотвратить совершение преступлений. А сейчас у нас участковые, у них есть все необходимое для несения службы? Я не знаю, у товарища майора есть служебный автомобиль, допустим, для объезда территории? Не знаю, все силы и средства, так сказать. Ну, участковые, конечно, они обеспечены. Говоря об участковом, есть ведомственный приказ, который регламентирует их деятельность. То есть это 205-й приказ МВД России. И там определено, что участковым, что у него должно быть повседневной деятельности, и что в общей его деятельности. Так у нас участковые полномочные полиции относятся к той категории сотрудников, которые всегда вооружены. То есть заступая на службу, он получает табельное оружие, патроны, и несет службу на административном участке только вооруженным. Ну, конечно, у него есть, выделяются ему и канцелярские принадлежные, ну, конечно, это оргтехника в наше время, без этого никуда. И в целом участковые обеспечены, они ведут прием граждан. Если это населенные крупные какие-то населенные пункты, это участковые пункты полиции. Ну, вот у нас в городе Красноярске такие достаточно крупные участковые пункты полиции. Каждый год мы практически по одному участковому пункту полиции новому вводим, потому что все-таки цель службы – это доступность населению. И чтобы для населения был доступен от участкового, чтобы человек мог прийти, приехать, может быть, после работы, если ему такое необходимо, какая-то ситуация сложилась, он может всегда подойти к своему участковому и либо проконсультироваться, либо попросить помощь. Как вы считаете, вот, кстати, люди на участке, они должны своего участкового вообще знать в лицо? Потому что многие говорят, ой, я даже не видел его ни разу, там не знаю, кто он такой. Здесь бы я, по-моему, сказал так. Все-таки вопрос маленько в другой плоскости. Если это сельская местность, конечно, люди там своего участкового практически все знают, и участкового практически каждого знает, особенно если он отработал какой-то определенный срок, значимый. Если это городское население, ну, безусловно, мы стремимся к тому, чтобы люди знали своего участкового, чтобы они могли от него какую-то помощь получить. Это и путем распространения наглядного материала в подъездах, и путем размещения где-то на информационных стендах. И в интернете у нас есть вкладка такая на нашем сайте «Ваш участковый», где можно зайти и получить информацию, кто у вас участковый, где он находится, когда у него прием граждан или его служебный телефон. Но в городе Красноярске, например, в крупных городах очень сильные сейчас миграционные потоки, население очень сильно меняется, поэтому, ну, вот такая идиллия, да, где может быть в сельской местности, где каждый гражданин знает своего участкового, участковый знает каждого гражданина, оно не всегда достижимо, но тем не менее, безусловно, у нас есть приоритеты в оперативно-служебной деятельности. Наиболее уязвимой категории граждан, конечно, мы стараемся им уделить больше внимания. Это пенсионеры какого-то пожилого возраста, чтобы участковый должен безусловно к каждому из них сходить, побеседовать, поговорить, предупредить, оставить какой-то раздаточный материал, памятку, чтобы если у бабушки какая-то беда случилась, либо она не знает, как поступить, чтобы она могла в любое время связаться с ними и получить какую-то помощь. Это несовершеннолетние дети, это какие-то семьи, где находятся они в каком-то социально опасном положении. Ну и безусловно, наш подучетный элемент, это тот элемент, от которого можно ждать совершения какого-то либо правонарушения, безусловно, они должны находиться на постоянном контроле у участкового полномочного полиции, чувствовать этот контроль. И тогда, конечно, это дает свой эффект, когда правонарушитель чувствует, что, ну, если так можно сказать, участковый дышит ему в затылок, то он маленько по-тругому все ведет. Вот совсем если коротко, вот очень часто жалуются и нам, в том числе в редакции, на бездействие или действия участковых, в том числе те не помогают в взаимодействии с соседями, да? Там какой-нибудь алкоголик рядом живет, шумит, буянит или что-то еще, там какие-то бытовые конфликты, вот участковый, мол, ничего не делает. Насколько это актуально вообще? Ну, я всегда в таких случаях говорю, есть такая хорошая, если можно сказать, поговорка, дело укроется в деталях. Нужно конкретно рассматривать момент. Да, есть, я не скрываю это, есть, бывают и нарушения со стороны участковых полномочных полиции в силу невлопытности, может быть, в силу где-то не придал значения участковых. Ну, есть обоснованные жалобы, есть необоснованные, но... Может, проблема в загруженности участковых полномочных? Ну, как им сказать, загруженность. Безусловно, конечно, участковые, это, если можно сказать, это, вот если вам в статистике взять, да, в сухую, это каждое пятое преступление раскрывается в Красноярском крае участковых полномочных полиции. Более 50% всех заявлений и сообщений граждан, конечно, это отрабатывает участковые полномочные полиции. Да, на самом деле участковые у нас не прохлаждаются, они постоянно заняты. Плюс вот то, что я вам сказал, это работа с подучетным элементом, это работа с социально малозащищенными гражданами, либо незащищенными. Объем достаточно большой у участкового полномочного полиции. Ну, в целом, есть же, кроме участкового, есть руководители, есть органы внутренних дел, есть руководители, службы. Понятно. Поэтому, если есть какая-то ситуация, что мы понимаем, что загруженность очень большая, то есть определенные механизмы, чтобы компенсировать вот эти вот, скажем так, риски и чтобы показать полном объеме помощь населению. Спасибо большое. К сожалению, время у нас подошло к концу. Спасибо, что пришли к нам в гости и рассказали о конкурсе всероссийский, всероссийском этапе конкурса «Народный участковый». Поддержать, я напомню, нашего кандидата от Красноярского края можно на сайте ГУМВД по Красноярскому краю. Ну, я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что были с нами. Надеюсь, что наш кандидат обязательно победит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова